Потерять панику, внести раздор, запугать и задавить морально. Это одна из технологий, которыми пользуется Российская Федерация в этой войне. И вот есть уже даже достоверные факты о том, что россияне заранее готовили ИПСО наступлений на Харьковскую область. Эта операция началась задолго до того, как активизировались оккупанты в Харьковской области. И, собственно, как это происходило, рассказал аналитик Центра коммуникации и информационной безопасности Сергей Жуков. Так вот, он говорит, что оккупанты еще с марта начали психологическую операцию информационного сопровождения боевых действий на севере Харьковской области. Однако, по словам аналитика, именно 10 мая был зафиксирован рост количества вбросов, фейков, которые были направлены именно на Харьков, на жителей города и области. И, в частности, касались общего Харьковского региона. Да, действительно, ИПСО продолжаются и по сей день. Например, вчера все российские паблики из Z-канала просто заполонила информация об освобождении, как они говорят, четырех сразу сел в Харьковской области. О том, как ситуация на самом деле выглядит в приграничье Харьковской области, сегодня прокомментировал спикер Хортица. Назар Волошин в эфире украинского телемарафона «Еды не новыны». Значит, вот как он описывает ситуацию по состоянию на сегодняшний день, 11 мая. Украинские военные продолжают противодействовать оккупантам, активизировавшимся в приграничных регионах Харьковской области. В настоящее время продолжаются оборонительные бои на направлениях населенных пунктов Липцы и Волчанг. В Волчанск продолжаются контрударные меры. Враг там применяет пехоту и технику. Также продолжаются бои и в пограничье, в районах тех населенных пунктов, которые находились фактически в серой зоне. Это Стрелечье, Пыльная и Борисовска, район Олейниково и Огурцово, рассказал Назар Волошин. Кроме того, по его словам, силы обороны действуют на подготовленных огневых рубежах. Осуществляется огневое поражение по оккупантам, которые вклиниваются в обороны вооруженных сил Украины. Точнее, наверное, пытаются вклиниться. Также есть решение руководства об усилении уже реализуемых подразделений вооруженных сил Украины, констатировал Волошин. Вот что важно здесь отметить, что все, что происходит на фронте, в самых горячих точках, в сочетании с той информационной пропагандой, которую ведет Российская Федерация, это еще одно напоминание, еще раз стоит это озвучить, хотя мы уже говорим об этом с первого дня полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину, что очень важна информационная гигиена. Пожалуйста, обращайте внимание на то, кто говорит, когда это было заявление сделано и где. Доверяйте официальным проверенным источникам информации. Таким, как, например, наш телеканал и спикерам, которые принимают в нем участие. Один из них присоединяется сейчас к нашему эфиру. Представляем Ивана Варченко, эксперта по вопросам национальной безопасности. Иван, здравствуйте, спасибо, что нашли время. Здравствуйте. Добрый вечер, слава Украине. Героям слава. Героям слава. Но Волошин по состоянию на полдень сегодняшнего дня характеризовал состояние дел в приграничьях Харьковской области. Как изменилась ситуация к вечеру, что вы сейчас наблюдаете? Оперативные информации и оперативные изменения мы наблюдаем, конечно же, не по той информации, которая исходит от разных источников по отдельных участках фронта. Мы понимаем, что во время боевых действий может быть напряженная ситуация в отдельном участке фронта, но это не означает, что такая же история по остальным участкам. Поэтому мы понимаем, что россияне реализуют свои провозглашенные, разрекламированные через пропаганду сценарии. И одним из сценариев является попытка наступления в Харьковской области для отвлечения сил и средств украинских сил обороны с других участков фронта. Мы понимаем, что однозначно информацию, которой можно доверять, мы и утренняя, и дневная, и вечерняя взводки генерального штаба. Это основной источник, даже при том, что мы, конечно же, доверяем источникам, которые исходят из-за отразведок наших партнеров. Но вместе с тем нужно понимать, что у генерального штаба концентрируется информация со всех участков фронта, и она может быть, конечно же, наиболее верифицирована сейчас по отношению к общей ситуации, а не к ситуации в отдельно взятом каком-то точке линии фронта. Иван, а вы понимаете для себя, в чем вообще конечная цель этого наступления, активизации действий именно на этом участке? Потому что многие аналитики сходятся во мнении, что таким ресурсом, который они только объявляют о 50 тысячах, ну мы же прекрасно понимаем, что имеется в виду 50 тысяч, которые растянуты по длине границы на несколько сот километров, наверное. Такими силами добиться там мало чего они хотят. А с чего они хотят на самом деле? Отвлечь ли я не... Отвлечь ВСУ от других участков? В том числе отвлечь силы и средства от других участков фронта. Это может быть отвлекающий маневр, это может быть отвлекающий маневр, который они готовы в случае успеха превратить в вспомогательный или даже в основной маневр. Но вместе с тем мы понимаем, что они уже один раз там ходили. Один раз там были. Украинские силы обороны в значительной мере учли опыт 2022 года. И я надеюсь, что сформировали линию обороны так, что она учитывает сильные стороны тех участков, на которых сейчас в том числе россияне стараются наступать. И они наступают, например, на Волчанск, там же, где теми же путями, которые наступали в 2022 году. Но ситуация существенно изменилась. И я совершенно уверен, что и особенности ландшафта, особенности местности, а там лесистая местность, украинские силы обороны обязательно учтут. Россиянам не удастся, как в 2022 году, пройти практически до Харькова по асфальтным дорогам. И только уже в предместье Харькова были самые серьезные бои, когда российские колонны техники уничтожались уже именно на ближних подступах к украинскому полуторатысячному городу. Конечно же, теми силами, средствами, которые они сейчас концентрировали, мы понимаем, что доверяем в данном случае украинской разведке, и эти данные подтверждаются разведками наших партнеров, что от 35 до 50 тысяч они сконцентрировали. Этого совершенно недостаточно для того, чтобы ставить себе задания, которые у них провозглашены в средствах массовой информации, то есть взятие города Харькова. Этого недостаточно даже для того, чтобы успешно работать по практически 100-километровому участку линии фронтов, на которой они стараются отрабатывать сейчас артиллерии в Харьковской области, на севере Харьковской области. И, возможно, в данном случае они хотят реализовать тот сценарий, который у них был относительно успешным. Это Вовчанск, Великий Бурлук, Двурично, Купенск. То есть это украинские городки, районные центры некогда, которые между собой соединены, петкой автомобильных и железнодорожных путей. И, соответственно, конечно же, через Белгород, на Вовчанск им легче наладить логистику для обеспечения той группировки войск, которая атакует на Купенск. Не исключено, что именно это является такой тактической целью, которую они хотели бы реализовать. Но вот Харьков в тех темпах, в тех силах, средствах, которые задействованы, для них точно будет не по зубам. Хотя артиллерийские, опять же, насыщенность артиллерийского огня показывает, что они вполне в глазах и в ушах своих граждан оправдывают масштабное наступление, поскольку они не жалеют снарядов сейчас, в том числе ракет реактивных, для того, чтобы Кабов, для того, чтобы работать по городкам, размещенным от границы российской до города Харьков. Нужно мы картинку, конечно, показывать у себя, на своей большой родине. Но в то же время то, что мы видим, очевидно, это было на Харьковском направлении, сегодня в сети появилась фотография с техникой оккупантов, на которой были изображены уже, скажем так, новые знаки, знаки которых мы раньше не видели на технике русской армии. Как вы считаете, что это такое, почему именно такой знак и что бы это значило? Зачем новая маркировка? Зачем, да, это новая маркировка? Часть россиян очень осторожно, когда они избрали ZOV, говорили о том, как вы боретесь с Западом, когда вы используете основные символы западного алфавита. И, в принципе, похоже на то, что российские оккупанты переходят к более простым, понятным и мистифицированным в российской действительности российскими нацистами символам, которые они по своей интерпретации где-то связывают именно с символами российского нацизма. Вот таким напоминает и вот этот ромб крестом посредине. Они стараются что-то придумать свое, доморощенное, сейчас отвязаться от западных символов. Хотя именно на западных символах они создали образ этой своей наступательной операции с 1922 года по 1924 год практически. Того, что они не называют скромно, не называют войной, а называют специально военной операцией. Иван, бойцы подразделения АТЭШ говорят о том, что как минимум одно из подразделений вооруженных сил Российской Федерации отказалось идти на штурм в Харьковскую область. Почему, чего боятся и что им за это, в общем-то, грозит? Да, они объяснили, конечно же, к счастью, несколькими словами, объяснили, почему именно отказались. Потому что это были бойцы, которые уже имели опыт боевых действий. Они понимали, что такое украинская оборона, что такое украинский воин, защищающий свою землю. Они прекрасно понимали, что это дорога в один конец. И, наверное, сопоставили историю 2022 года и то, что они, опять же, в своем разумении где-то представляли о 2024 году, что их ждет на протяжении их наступления в сторону города Харьков. Конечно же, мотивация при том, что любой маломальски подготовленный солдат, сейчас и офицеры российские понимают, что с теми силами, которые, то, что мы говорили выше, что с теми силами, которые у них есть, они точно не ставят перед собой целью взять Харькин. Они точно там для того, чтобы сделать что-то символическое. И символически погибнуть за что-то символическое, но вот они уже начинают думать. И вот эти бойцы, наверное, из этого отделения или даже взвода, там информация идет, вот они решили то, что лучшая тюрьма, чем погибнуть в украинских полях. Да, действительно, статистика Генштаба, которая, вот цифра первая, которая меняется ежедневно, она только подтверждает, что потери действительно колоссальные. И, очевидно, хоть у кого-то из оккупантов, но немножечко мысль закрадывается, что умереть в украинском Черноземе – это не лучшая перспектива. Спасибо вам за то, что вы были в нашем эфире. Иван Варченко эксперт по вопросам национальной безопасности был с нами в эфире телеканала «Фридом». Спасибо. К нашему эфиру присоединяется Константин Криволап, авиаэксперт, бывший инженер по испытаниям конструкторского бюро Антонова. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Рады видеть вас в нашем эфире. Взаимно. Я молчу, стараюсь быть скромным. Спасибо большое, что вы с нами. Старлинг. Мы понимали, что эта ситуация рано или поздно должна была бы решиться именно таким образом, потому что не было официальных продаж для российских оккупантов. Не должны были они использовать хоть тушкой, хоть чучелом, но каким-то образом эти старлинги. Теперь вопрос. А есть им чем заменить старлинги? Если бы было чем, то уже, наверное, бы заменяли. Понимаете? Потому что еще где-то в прошлом году начали появляться сообщения о том, что через Дубай заходят сюда старлинги, которые используются потом на линии столкновения. И я, кстати, думаю, что вот это, то, что россияне смогли достаточно быстро наладить коммуникацию между дронами-разведчиками и расчетами Искандеров, это как раз было связано с возможностью использования быстрой интернет-связи через Старлинг. Потому что других способов у россиян, как оказалось, нет. Потому что вся их там система связи, которую они там страшно хвалились, перехватывается нашими разведчиками просто, ну, очень легко. Очень легко. Слушают все, что угодно. Поэтому я как раз думаю, что уничтожение этих установок Хаймарса и пусковых Патриот, и уничтожение вертолета, оно произошло именно с помощью того, что разведчики, дроны-разведчики передали быстро информацию по своему каналу связи, и установлены были координаты, и эти координаты были очень быстро переданы. Я не думаю, что эти координаты набирались там с помощью мобильного телефона или как-то еще. Хорошо. Украина может себе позволить плохо работающий Старлинг, грубо говоря? Если россиянам не на что заменить, нам есть на что заменить Старлинг? Или хотя бы параллельно что-то использовать? Нет. В основном, это основная система, которая сейчас используется, она была принята... Ну, на уровне там тактической связи между подразделениями мы пользуемся там Моторолой с большим уровнем шифрования, которого нет у россиян. А вот именно передача таких систем, она в основном идет через Старлинг. Но Старлинг это очень хорошая вещь. Если кто-то с ним работал, то он знает, что когда он начинает искать спутника, а у тебя в этот момент там идет какое-то, например, какое-то важное совещание или передача какой-то важной информации, это бывает достаточно неприятно. Но важность этого устройства, она как бы достаточно высока. И будем не забывать о том, что в сентябре 2022 года МАСК помешал проведению нашей операции, наших военно-морских сил в Севастополе, когда там предполагалась серьезная операция, которые очень долго готовились. И МАСК просто отключил Старлинг и на Крым и сказал, что я боюсь, что Путин нанесет ядерный удар. И после этого управление всем этим хозяйством, всей этой системой связи было передано Пентагону. Давайте поговорим о небе и об Ф-16. Это, конечно, уже разговор, который мы очень давно... У меня футболка лежит уже полгода с Ф-16. Если что, тогда ее можно будет надеть. Скорее всего, пора уже ее так привести в рабочий вариант, погладить. Она очень аккуратно висит, я свяжу за... И держать наготове, да? Да, поскольку Чехия передала тренажер, первый тренажер истребителя Ф-16 в одну из бригад тактической авиации. И вот пишут о том, что его основной модуль уже тестируют и готовят к эксплуатации украинские специалисты. И что важно заметить в этой ситуации, это то, что этот тренажер, он совершенно идентичен настоящему, действительно, живому Ф-16 с кабиной самолета. Как вы считаете, насколько мы уже близки от того момента, чтобы увидеть, как эти птицы, эти драконы взлетают в небо? Давайте я вам буквально два слова скажу, чем отличается симулятор от тренажера и для чего он как раз предназначен, потому что это очень важно, по-моему. Симулятор это фактически, там разные уровни есть. Вы можете сидеть с клавиатурой компьютера и играть в какую-то игрушку, там водить машинку или там летать на самолетике, получать новые жизни, да? Или подбирать какое-то оружие. А более сложный уровень, это когда есть симулятор, когда у тебя есть большой экран, когда сидит будущий пилот или настоящий пилот и отрабатывает уже с оборудованием, там у него уже и ручка газа, у него и джойстик управления, и перед ним приборы, которые полностью имитируют всю эту кабину самолета. Но он сидит в обычном кресле, в обычной одежде, и у него нет никаких, ну скажем там, телодвижений. Он сидит на простом кресле или, грубо говоря, на табуретке. И он может осуществлять тренировку всех операций, которые он будет производить потом в кабине самолета. А вот уже когда он садится в такой тренажер, который... Да, стоимость вот таких систем, таких симуляторов, она тоже не маленькая, она там доходит, да, там от 100 тысяч до миллиона долларов. А вот такие тренажеры, они уже там для некоторых машин, особенно там для машин гражданской авиации, они стоят до 20 миллионов долларов. Особенно вот эти симуляторы Боинга, Локхеда, Мартина, это дорогие симуляторы. А вот эта чешская компания, VR... VRGinner, как-то они так называются, они сделали вот этот вот симулятор, это, ну, хороший очень симулятор, который с помощью гидравлики имитирует еще и все движения тела, и все, ну, как бы перемещения, которые тебя будут ожидать очень близкие к тому, которые будут тебя ожидать в кабине самолета при пилотировании. Все ощущения, потому что реакции летчика, это не всегда... Для чего я его так долго тренирую? Для того, чтобы у него реакции были не он подумал, что надо делать, а чтобы тело уже имело такие наработанные, как бы, рельсы, по которым идет соответствующее движение, принимаются соответствующие решения. И именно для этого предназначены тренажеры. И в летных книжках там стоит время, проведенное на симуляторе, время, проведенное на тренажере, и учебные полеты, и боевые полеты. То есть, этот учет работы на тренажерах, он поставлен точно так же, как учет времени, проведенного в воздушном бою, ну, в общем, в воздухе. Это очень важно, очень нужно, очень важные вещи, когда я видел именно этот, не симулятор, а именно тренажер, и я тогда же удушевился, мы уже близки. Константин, тут важно понимать, наши пилоты только начинают работать на подобных тренажерах, или это один из очередных тренажеров, просто он будет находиться в Украине? Ну, во-первых, когда наши пилоты начинали учиться, они там еще проходили на тренажерах. Уже такой опыт у них есть, наработка такая уже есть. Вот ты полетал, вернулся в часть, передохнул, отдохнул, сел на тренажер, отрабатываешь следующую миссию, потому что в эту миссию могут быть заложены уже все характеристики, уже вооружение, уже карта твоего реального полета, который ты будешь сейчас осуществлять. Таким образом, планируется, ну, это высочайший уровень планирования всех воздушных миссий. Как вы думаете, насколько хорошо уже подготовлены украинские пилоты для того, чтобы сесть в кабины F-16? Ведь некоторые из них эту подготовку... О подготовке мы говорим уже полтора года, да? Это срок достаточный все-таки или нет? Ну, вообще-то, вообще-то, по стандартам, по натовским стандартам, подготовка пилота F-16 это полтора года. Это полная процедура, это не менее девяти месяцев, а лучше всего полтора года. Но это полтора года, это как бы начиная с нуля. А учитывая то, что нашим ребятам приходилось переходить из одной системы измерений в другую систему, осваивая совершенно новую технику, новые принципы организации работы, новые тактические отношения, потому что пилот F-16 это достаточно, ну, как бы, самостоятельная боевая единица. А пилот МиГ-29, он управляется, или там Су-27, он управляется все еще с земли по командам. Ну, не то, что поверни направо-налево, а ему там подсказывают, какая воздушная обстановка и все остальное. А F-16 является сам по себе носителем этой информации по системе ЛИНГ-16, передает эту всю информацию туда-куда, ну, в центры управления. Поэтому то, что наши пилоты уже столько времени занимаются подготовкой, меня только радует, потому что это повышает качество обучения, повышает надежность выполнения всех их операций, снижает все риски. Ну, и пусть будет лучше так, чем три месяца отучили, потом они сидят, ничего не делают, ждут, когда начнут их использовать. А так они очень высоко мотивированы, каждый день осваивают новую, все навыки усиливаются, ну, как железная дорога, вот пока не начнешь ездить постоянно на ней, она не работает, она не дает эффекта. А вот здесь уже отрабатываются все полустанки, станции, остановки, ответвления, ну, то есть все возможности использования в будущем этой очень серьезной техники. Ну, хорошо, что вы отметили, как эксперт, да, важность такой подготовки, потому что нам, как обывателям, конечно, хочется, чтобы эти F-16 летали уже позавчера и защищали наше небо. Ну, давайте, давайте, первая задача... Тише едешь, дальше будешь. Да, лучше надежно, потому что мы в 22-м году, я помню, Игнат говорил, что через 2-3 недели наши пилоты будут летать. Я, конечно, поддерживал его в этом желании, что за 2-3 недели, но я понимал, что это невозможно, потому что нормальный срок имплементации F-16 полтора-два года. Понятно. Мы, конечно же, ждем F-16 в украинском небе, но есть и вот такие вот новости. Сегодня поразили очередной Су-25. Окупанты до сих пор не поняли, что нечего летать в нашем небе, будут падать и дальше. Об этом говорится в сообщении 110-й отдельной механизированной бригады имени генерала Хрунджева Марка Безручко, вооруженной силы Украины. Су-25. Мы имеем по состоянию на сегодняшний день около 700 самолетов, вертолетов, которые уже уничтожены, которые служили русско-российской армией, и вот их уже нет. Насколько эта потеря Су-25 значима, насколько она ощутима для оккупантов, или же можно говорить о том, что у них еще много чего есть в запасе, им ничего страшного, быстренько соберут, склепают новый. Минус 700, насколько это болезненно. Да, и вот насколько важна потеря Су-25 и суммарность 700 единиц этой летающей техники? Ну, что такое Су-25? Су-25 это штурмовик, который идет на малых высотах, который несет достаточное количество всяческой нагрузки, которая стреляет неуправляемыми ракетами, который несет бомбы и там куча всего другого. Ну, где-то до 4 тонн он может на себе волочь. Машина, которая появилась в первые годы Афганской войны, там, по-моему, в 81-м году, они начали использоваться в Афганистане, получили прозвище «Грачи» и заслужили, извиняюсь за тавтологию, но заслуженная слава. Потому что они в тех горах, в тех условиях проявляли чудеса, их били там переносными зенитными комплексами, дырки были после бронебойных проникновений в фюзеляже, там можно было руку засовывать и смотреть через эту дырку. Но они оказались очень живучими. Это одна из самых удачных вообще машин сухого, КБ сухого. И они уже достаточно устарели. И в каком-то, где-то в 18-м или 19-м году было принято решение о том, что их надо модернизировать, потому что они стали очень уязвимыми на поле боя. И россияне начали их программу модернизации, но было сообщение о том, что необходимо модернизировать, и они говорили о том, что необходимо модернизировать около 100 сушек, я вот не помню, 22 или 23-й год, где-то летом 22-го, то ли 23-го года, не помню. И до версии СМ-3. И вот за все время этой горячей фазы, по-моему, там где-то 35 или 37 этих сушек было сбито, и только одна была СМ-3. Так вот, очень интересно, вот сейчас что сбили, СМ-3 или просто Су-25. Да, сколько у них осталось этих машин? Ну, осталось у них этих машин, которые можно использовать для военных действий. Там порядка чуть-чуть меньше 100 машин, вот где-то вот в таком пределе. Какое-то имеет значение летчиков, которые могут управлять такими машинами, становится все меньше и меньше. Это в основном кадры, которые достаточно уже возрастные, но живущие на адреналине. Вообще, штурмовики, это люди, пилоты-штурмовики, это люди, которые постоянно находятся на адреналине. Он идет на очень маленькой высоте, чтобы его не заметили, чтобы незаметно подойти, чтобы выполнить какую-то операцию, и потом очень быстро уйти, потому что как только он начинает уходить, только он выполнил какое-то действие, он сразу же становится заметной целью, и по нему начинает работать все, что может. И вот уйти от этого, это тоже такой адреналин. Таких пилотов становится все меньше и меньше. Если помните, там в армии Вагнера летал пилот, которого мы потом сбили, взяли в плен, или уничтожили, я не помню, что точно, но там он был чуть ли не 60 лет, там чуть ли не в генеральском звании, или полковничем таком. Ну, то есть возрастные товарищи на них летают. Еще одна тема, которая нас очень интересует, и даже, я вам скажу, вот прям восхитила, что давайте посмотрим на карту. Это коллеги из создания Верстка, они просчитали, что дроны теперь, которые вот украинские, они могут долетать далеко, очень далеко. Скажем так, три Украины могут покрыть, если мы говорим о территории Российской Федерации. В том числе и Москва, и Питер. Вот вы карту видите. Ростов-на-Дону, там привет Януковичу из Ростова. Башкортостан есть, недавно пораженный последним дроном. Пока не виден, но там очевидно какая-то, может быть, перегазировка может быть. На самом деле территории, я думаю, даже больше. Даже больше? А как вы оцените появление такого материала, и о чем это может судить? Это мы стали производить какие-то особенные, суперсекретные, супермощные дроны, либо же нефтебаза нужно приготовиться? Как вы видите эту ситуацию? В прошлый год, помните, мы говорили, когда были первые дроны, залетали туда, в Россию. Мы так были расстроены, что очень много информации о том, что их сбили, что они не долетели, не было каких-то там страшных катастроф, там больших пожаров и всего остального. И я, как и многие другие эксперты, говорили о том, что это идет сейчас просто подготовка к будущим атакам. Это отрабатываются нужные схемы, нужные модели, правильное соотношение боевой части, правильное отношение с возможностью его обнаружения с средствами радиолокационных станций, те системы наведения, которые будут эффективны, будут противодействовать противовоздушной обороне и средствам РЭП. И когда эти соотношения правильные будут найдены, найдены критерии, то тогда у нас пойдет уже большое серийное производство. Вот у нас сейчас есть, наверное, где-то так около пяти разных типов дронов, которые могут летать на такие расстояния. И я абсолютно согласен с теми экспертами, которые говорят, что нам не надо копировать иранский шахед. Наши системы, которые разрабатываются, они значительно эффективнее, значительно лучше работают, чем шахеды. Вот возьмем тот же самый лютый. У него боевая часть, на такую же дистанцию фактически, боевая часть у него 70 килограмм. И есть еще, там можно больше немножко нагрузить, тогда ущерб дальности. Но у него система наведения, система управления, его точность значительно выше, чем у шахеда. Его эффективность выше, его неуязвимость выше. Это показывает то, что наши дроны долетают достаточно далеко. И вообще заметьте, что с появлением у нас дронов, с появлением у нас такой активности по МПЗ, Украина стала не просто такой с рукой протянутой, просящей, а стала достаточно серьезно выдвигать свои требования, приобрела некую субъектность. И нас уже воспринимают серьезно. Потому что то, что мы делаем с помощью дронов, то, что мы можем делать с помощью дронов, то, что выгнали с помощью дронов военно-морской флот, одной из крупнейших морских держав мира, из Черного моря, это дроны. Поэтому с нами начинают уже немножко по-другому говорить. У нас уже есть для бесед с нашими партнерами немножко другие аргументы, дополнительные. Эти дополнительные аргументы дали именно дроны. А то, что касается дистанции 1500, это значит, что он уже пролетел две, как минимум. И то, что это уже можем доставать оленью, там, где паркуются 195-е МС, и я уже не говорю там про Энгельс-2. Ну и я думаю, что ситуация по МПЗ, она будет постоянно повторяться. То есть там что-то поражает, они что-то пытаются ремонтировать, что-то переключать, как-то идти на другие потоки. Но атаки по МПЗ не будут останавливаться. В этом я убежден, потому что это то, что дает нам возможность, но к очень серьезным беседам с нашими партнерами. Сегодняшний день подтверждает ваши слова. Вот последняя новость сегодняшнего дня. Дроны Главного управления разведки атаковали МПЗ на этот раз в Волгоградской области Российской Федерации. Это крупное предприятие, входит в корпорацию Лукойла. Ждем продолжения этой дроны. Да, я на четкий учет уже по некоторым МПЗ уже по третьему разу прилетает. Постоянно, уверенно, эффективно. Там день чуть-чуть не добили, надо добивать. Надо добиваться, надо быть настойчивыми. Спасибо вам. Спасибо. Всего доброго. Спасибо. Константин Кривола присоединялся к нашему эфиру. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok